Господа, сегодня в Одесском кризисе в медиа-центре предсекретарь Главного управления МВД Украины в Одесской области Алла Марченко с темой по текущей ситуации в городе-область. Я хочу напомнить, что длительность брифинга составляет 20-25 минут. И, пожалуйста, задавайте конкретные вопросы по существованию. Алла Марченко, пожалуйста, спасибо. Добрый день. Итак, по текущей ситуации за прошедшую неделю. Итак, хочу начать с тех вопросов, которые задавались наиболее чаще. Это, к сожалению, взрыв, который был на Коблевской, и также информация о подозрительных предметах. Итак, напомню, 10 февраля на прошлой неделе около 23 часов в жилом доме на улице Коблевской в центре города произошел взрыв. На третьем этаже на лестничной клетке между хостелом и квартирой было ставлено взрывное приспособление, которое взорвалось и нанесло ущерб. При этом отмечу, что люди не пострадали. Те жители, которые находились в хостеле, они покинули помещение самостоятельно. То есть жертв пострадавших нет. Однако нанесен материальный ущерб значительный. На место выезжала как следственная оперативная группа, так и взрывотехники, которые провели необходимую работу, собрали необходимые материалы. И в данный момент все документы, которые составлены по данному правонарушению, переданы в СБУ для дальнейшего разбирательства по данному правонарушению. «Квалификация данного преступления» по части 1 ст. 258 Уголовного кодекса «Террористический акт». Что хотелось бы отметить. Возникает ряд вопросов. То есть, если мы сравним прошлый год и этот год, то у нас получается картина наоборот. То есть, в прошлом году мы получили информации о ложных минированиях 41 и информации о подозрительных предметах 6. В этом году у нас получается, что с начала текущего года информации о ложных минированиях 1, а о подозрительных предметах порядка 40. Это мы понимаем и видим, что ситуация больше, скажем так, люди и испуганы, но, тем не менее, и в тех случаях, когда мы выезжаем, проверяем, то и были случаи такие, когда действительно обезврежены были взрывчатые вещества. Так вот, при общении с людьми мы замечаем то, что многие и боятся, если есть какие-то подозрительные предметы, боятся звонить в милицию, думая о том, что это будет квалифицировано как ложное минирование, то есть ответственность по Уголовному кодексу. Хочу немножко объяснить, в чем разница. Когда есть информация о ложном подозрительном предмете, то есть это коробка, сумка, пакет какой-то, либо подозрительный автомобиль, который появился под окнами, например, граждан в каком-то переулке или улице и находится без присмотра, то есть стоит там. Если вызывают подозрения у человека, значит, необходимо позвонить в правоохранительные органы и сообщить о том, что по такому-то адресу находится подозрительный предмет. Следующий вопрос ложного минирования. Разъясняю, это информация, которая поступает, опять же, на телефоны милиции, но в которой говорится о том, что в таком-то здании либо предприятии заложено взрывчатое вещество и будет произведен взрыв. Это уже есть информирование о взрыве, то есть это уже есть прямая угроза жизни, здоровью людей. И это уже есть квалификация согласно уголовного кодекса как ложное минирование, потому что, как правило, выезжает группа следственная, выезжают взрывотехники, проводится эвакуация, проводится обследование как помещения, так и прилегающей территории, то есть идет затрата времени и средств, и при этом, скажем, в любом случае происходит как бы паника среди людей. Вот в этом и есть разница. Если есть подозрительный предмет, то человек должен позвонить, уже скажем так, что он должен позвонить и проинформировать нас. На место сразу же будет направлена как следственная оперативная группа, так и взрывотехники для проверки данного предмета на принадлежность, что в нем находится. Также хочу продолжить эту тему, тему подозрительных предметов, как показала практика последних недель. В большинстве случаев мы говорим и будем продолжать говорить на тему безопасности, о том, что если есть подозрительный предмет, ни в коем случае нельзя его открывать, рассматривать, пытаться что-то там найти и как-то своими средствами, способом обезвредить. Почему? Потому что как минимум там может быть заложено какое-либо взрывчатое устройство, которое срабатывает на детонацию. Во время работы специалистов, то есть они знают, как правильно обезвредить этот предмет. Поэтому, если есть подозрительный предмет, необходимо вызвать милицию, позвонить по телефону 102, который знают всех, и также постараться оградить место от людей, то есть максимально обеспечить в радиусе 10-15 метров, чтобы туда люди не подходили, ничего не трогали, не передвигали, то есть вплоть до того, чтобы привлечь других людей, прохожих, граждан, для того, чтобы они помогли и обезопасились. Что показывает практика последних дней, опять же, возвращаясь к этому вопросу. То есть, к сожалению, это не отпугивает, а наоборот привлекает. Привлекает в большинстве случаев зевав. Поэтому хотелось бы напомнить, что когда работает милиция и тем более взрывотехники, подумайте прежде всего о своей безопасности. Потому что работают они, зная те моменты, которые могут быть, то есть работают дистанционно, с помощью определенной своей специальной техники, но когда при этом находится вокруг толпа, то это есть как помеха для сотрудников, так и большая угроза для всех людей, которые находятся там и пытаются как-то рассмотреть, что-то увидеть, что-то сфотографировать и как-то словами помочь. То есть убедительная просьба, не нужно создавать массовку, не нужно мешать работе. То есть есть определенное огражденное место, пожалуйста, не подходите. И вообще убирайте детей и не мешайте работе правоохранительных органов. И не находитесь поблизости также и сами. Это то, что касаемо этих вопросов. Также следующий вопрос – это события 19 февраля 2014 года. То есть также возникало ряд вопросов. Я вам сейчас вкратце объясню, что есть у меня и что я вам могу рассказать в этом году. Итак, события 19 февраля прошлого года возле Одинской областной администрации. То есть в результате столкновения получили телесные повреждения люди. По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам избиения граждан, в том числе и журналистов. По признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171 препятствований деятельности журналистов, части 4 статьи 296 хулиганства и части 2 статьи 364 злоупотребления властью – все это Уголовного кодекса Украины. Вся информация внесена в единый реестр досудебных расследований и на данный момент проводится работа следствием. В том числе и вы видели на официальных сайтах как нашего МВД в Одесской области, так и прокуратуры повторную информацию с размещением видео, в которой мы обращаемся за помощью ко всем гражданам, кто видел, кто знает, кто может опознать людей, находящихся на видео и помочь следствию. И сразу отмечу, то есть если этот видеоматериал был размещен буквально в пятницу на прошлой неделе, то на сегодняшний день, то есть буквально даже вчера я общалась со следователем, он отметил, что поблагодарил людей, которые также приняли участие в этом деле. Почему? Потому что уже по факту этого видеоматериала установлены три лица, то есть получена информация и установлены их анкетные данные. В данный момент проводится установление, устанавливаем их местонахождение для дальнейшей работы. Также отмечу, что следствием была проведена достаточно большая работа, которая проводится и в дальнейшем. Могу так вкратце отметить те моменты, которые были затронуты, то есть те, которые я могу рассказать. Также были проверены санатории в Одессе и пансионат, в котором проживали порядка 150 человек с конца января до 20 февраля. В большинстве случаев проживали они по документам, не совсем, скажем так, по поддельным документам. Также проверялась одна из туристических фирм, которая занималась их перевозкой, доставкой как в Одессу, так и из Одессы. Также проверялся банкомат, то есть это было согласовано судом, то есть там находился банкомат в одном из санаторий, которым пользовались эти молодые люди и благодаря чему мы смогли также установить некоторую нужную нам информацию. Также вы знаете, что в ходе досудебного расследования установлено лицо, которому объявлено о подозрении совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины, и обвинительный акт направлен в Перморский суд. Что еще могу сказать, что 19 февраля, то есть в четверг, будет встреча сотрудников следствия, сотрудников прокуратуры и представителей общественной комиссии, которые все участвуют в ходе расследования этого преступления. И также запланирована их встреча с прессой. Поэтому следователь сказал, что уже на этой встрече, то есть он сможет более развернуто и расширенно рассказать и ответить вам на те вопросы, которые у вас будут. А где и когда она будет? Что? Где и когда она будет? Ну, это вы уже смотрите сайты, как прокуратуры, так и наш официальный сайт. Я пока не готова вам ответить, где точно сказали, что 19 часа это запланировано. Какие будут вопросы? Разрешите? Два вопроса по нападению на наш канал. Во время визита представителей аппарата МВД мы подавались заявлением с просьбой переклиницировать дело с хулиганством на препятствие журналистской деятельности. Анатолий Бахчимов, же и советник министра, обещал в течение суток дать ответ. Прошла неделя, ответа нет до сих пор. И второй момент, связанный с этой же историей. Почти год назад мы подавали, компания подавала заявление о присвоении бывшим сотрудникам компании Игорем Яковлевым имущества компании. Тоже не сделано ничего. И этот же Игорь Яковлев был в числе тех, кто ввалился в нашу компанию. Если бы какие-то действия были предприняты, то ничего бы возможно и не случилось. Какая правовая оценка действий милиции в первом случае и во втором? В первом случае я вам скажу сразу, что ключевое слово это сотрудники аппарата МВД. Вы обращались на прием к ним и ответ должны давать они. То есть я не у них в подчинении напрямую, поэтому они обязаны ответить вам по тем вопросам, которые вы задавали. По второму вопросу, что я вам могу сказать? Эти материалы, то, что касаемо конфликта, который произошел на прошлой неделе, по факту происшествия следствием Приморского райотдела, начато уголовное производство по признакам правонарушения, которые квалифицированы частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса «Хулиганство», что предусматривает собой лишение свободы от 3 до 7 лет. В данный момент мы выясняем и разбираемся, следствие разбирается в том конфликте, который произошел, и в общем-то все информированы о ходе следствия. А при своении имущества «Хулиганство»? Ведь заявление было подано, никаких действий нет. Давайте я вам отвечу так. Наверное, к моей радости и к вашему сожалению, я не имею при себе постоянной базы данных по всем уголовным правонарушениям Одессы и Одесской области. Я могу выслушать вас и уточнить к следующей встрече, какой ход следственных мероприятий. Правильно ли я вас понял, что по делу 19 февраля прошлого года установлен пока только один человек? Это кто? Это участник или это заказчик? О каком лице идет речь? Давайте вы ставите этот вопрос до четверга. То есть у меня есть только те основные моменты следствия, которые мне дали. Те моменты более углубленных вопросов вы уже будете задавать следствию и пропортировать. Я не расслышал бы этот видеоролик. Вы сказали, когда бы его размещал? Повторно его разместили в пятницу, во второй половине дня. И уже благодаря тому, что его разместили, мы получили положительные результаты. И хотелось бы еще раз обратить внимание жителей Одессы, Одесской области. То есть просмотрите, пожалуйста, этот видеоролик на официальном сайте МВД в Одесской области. И может быть, и вы сможете нам помочь опознать кого-либо из присутствующих на этом видеоматериале. Спасибо. Дорожный контроль Одессы. Благодарю вас, Игорь Васильевич. Пресс-служба МВД Украины в Одесской области разместила в сети интернет видеоматериалы, которые КРК Круг предоставил следственно-оперативной группе при проведении следственных мероприятий на канале сразу после нападения. Чем руководствовалась пресс-служба при выкладывании материала следствия именно на сайте ГУМВС, поскольку это является прямым нарушением ГУМВС? Руководствовались прежде тем, что это было решение следствия и прокуратуры. На это мы получили письменную информацию. Это к следствию. Все вопросы к следствию. Если мы получили, разместили этот видеоматериал, значит он был согласован не только между нами лично. Уточняйте. Второй вопрос. Почему в течение недели с момента нападения на телеканал Круг милиция не проводила следственных действий и начала их только после вмешательства прокуратуры в область? Милиция проводила все необходимые следственные действия. Согласно статье 214 КПК Украины в течение 24 часов обязана носить ведомости в ЕРДР. Однако они... Все было внесено в ведомости в ЕРДР. Препятствуем журналисту в ЕРДР. Сместо не кричите, пожалуйста. На то есть квалификация, есть следователь и есть прокуратура. Они принимают решение. Я вам говорю по факту. Я не могу узнать всех тонкостей и подробностей, потому что это следственные мероприятия. Даже при большом желании мне все это не расскажут. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы просите у граждан Одессы... Алексей Владимирович, любимый город Одессы, издание газеты. Вы просите помощи у граждан Одессы, чтобы они помогли вам установить личности 19 февраля. Тех, кто совершали хулиганские действия возле областной администрации. Для чего это необходимо делать, когда там было больше, ну, несколько десятков сотрудников милиции? Почему в тот день сотрудники милиции не отреагировали и не задержали хотя бы одного, двух человек? Десять, пятнадцать. Эти же сотрудники милиции до сих пор работают или их отстранены? По этим вопросам, по действиям сотрудников правоохранительных органов занимается прокуратура. Этот вопрос можно задать прокуратуре. А по установлению личностей мы просим повторно, еще раз, если есть информация, то помочь нам. Потому что сотрудник милиции не мог удержать всю толпу, все, как 10-20, и у них нет с собой паспортных данных. То есть в данный момент у нас есть такая... Сколько сотрудники милиции задержали, сколько они смогли задержать людей? В четверг следствуют все вопросы. Тогда, 19 февраля, ни одного. Так, может быть, нам не нужны такие сотрудники милиции. Спасибо. Слушайте, давайте задавать конкретные вопросы. Но я попросила вначале. Без эмоций, пожалуйста. Есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо, всего доброго.